Тренер Лариса Попова сначала много лет сама обучалась, теперь все свое время посвящает занятиям с детьми. Расслабиться юным спортсменам некогда. Тренировки как минимум три раза в неделю по полтора часа. И ежедневно для тех, кто регулярно участвует в соревнованиях. Это контактный вид карате, но в первую очередь мы, конечно, воспитываем личность, чтобы ребенок был гармонично развит, физически развит, духовно развит, воспитан. Прививаем самодисциплину, чтобы ребенок успевал все, отстраивал режим дня, успевал и в школу, и на тренировки, ну и, естественно, укрепление здоровья. Но в первую очередь, конечно, воспитываем личность. А будет он уже спортсменом? Ну, хорошо, если будет спортсменом. Стремление к достижениям у детей не отнять. Несколько раз они принимали участие в первенстве мира в Токио. После введения санкций воспитанники Ларисы Поповой стали выезжать в Белоруссию, где в апреле заняли несколько призовых мест. В числе победителей – Ангелина Попова. Карате девочка занимается с двух лет, а сейчас ей уже 12. Ты устаешь на тренировках? Ну, иногда, да, бывает сложно. Связки отрабатываем долго, надо их уже отрабатывать хорошо. Каких успехов ты добил? На разных соревнованиях занимаю разные места. В Белоруссии первое место заняла. В Японию я ездила. Нет, не получилось мне занять место. В Чите сегодня работает более тысячи программ по физкультурно-спортивному, социально-гуманитарному, художественному, техническому, естественно-научному и туристско-краеведческому направлению. Это занятие по душе или даже с прицелом на будущую профессию. Занимается у нас в учреждениях дополнительного образования по дополнительным учреждевающим программам 30 тысяч детей. Это 52% детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. Если смотреть на развитие дополнительного образования и вовлечение детей в систему доп. образования, то, конечно же, у нас расширился спектр тематических программ дополнительного образования в соответствии с запросом ребенка и родителя. Создана высокотехнологическая инфраструктура на примере таких учреждений, как школа номер 35, школьный Кванториум и гимназия номер 21, там функционирует IT-куб. Кванториум в 35-й школе открылся вместе с самим учебным заведением и сразу стал популярен среди учеников, которые нацелены на изучение современных технологий. Дети занимаются изучением лазерных технологий, аддитивной технологии, то есть 3D-моделирования. И в дальнейшем переходим на фрезерные станки и на электронную пайку компонентов. Это им очень интересно, особенно когда они впервые видят, как работает 3D-принтер, что они могут создавать и свои игрушки, и какие-то брелки, или просто там материал раздаточный. Они, глаза загораются у них сильно. Меня это заинтересовало делать роботов. Чему ты научился уже здесь? Программировать и немножко собирать их. Это первоначальный робот. Мы подключаем датчики цвета, чтобы, когда мы их подключим, запрограммируем, чтобы он ехал по черной линии. И чтобы останавливался возле нее, когда приедет на то место, которое ему было задано. В школьном конториуме 6 лабораторий. Здесь занимаются 200 детей. Еще 400 учеников 35-й школы увлечены спортом. Для них открыты 16 также бесплатных секций. Очень много у нас кружков по интересам. Например, театральная студия, волонтерский отряд, хор Камертон, школа безопасности, юнармия. Занятия в школе безопасности доступны детям со всего города. К их услугам навыки начальной доврачебной помощи, альпинистская и туристическая подготовки, пожарно-прикладной спорт. Даже девочки после нескольких месяцев тренировки без страха могут забраться на высоту в 6,5 метров. Это интересно очень, экстремально. Уходит, ну, просто интересно тренироваться в спорте. Сейчас это хобби. Возможно, потом у вас что-то и перерастет. Дети получают навыки спасателей. И занятия у нас, в принципе, проходят, потому что мы работаем совместно под кураторством Главного управления МЧС по Забайкальскому краю. Нам помогают и специалисты СПЧ, специально специализированные пожарные части. Помогает спасотряд наш, Читинский. И практически в процентах 30 сейчас работающих в спасотряде спасателей – это бывшие наши воспитанники, которые выбрали такую дорогу. Азы профессии, связанные с лесом, доступны ученикам школы номер 16. Оборудование для целой лаборатории «Кружок школьное лесничество» получил по программе «Успех каждого ребенка». Педагог Юлия Потапова учит детей проводить анализ почвы, взятой на конкретных участках. И уже на этом этапе школьники понимают, насколько это важно. 62. 62. При норме? 80. При норме 80. То есть нормальное содержание. Так, давайте еще раз. Конкретно сегодня продемонстрируем. Это пробы, которые мы отобрали в питомнике Севяково. Перед этим в Верхчатинском питомнике отбирали, проводили анализ с последующими рекомендациями для лесников. Что можно улучшить в этой почве и нужно ли улучшать вообще. То есть это у нас непосредственная связь с практикой. Ирина Фирманюк прошедшим летом уже применила полученные знания и помогла своим родителям на даче. Да, я смогла высадить малину, потому что я сделала анализ почвы вместе с преподавателем. И мы выяснили, что не хватает каких-то микроэлементов. И купив удобрение или сделав его сама, я смогла вырастить неплохой урожай. В 44 школах из 52 сегодня работают театральные студии. Одна из первых была создана 31 год назад в школе номер 5. Известным в чите педагогом по актерскому мастерству Марии Скрябиной. Сейчас ее дело продолжает ученица Александра Вальковец. Детей она не только знакомит с театральным искусством, но и помогает познать самих себя. Василис, точнее. Ну-ка давай. Представь себе, да. Кошка? Нет. Это обещанно. У младшеньких работа построена на игре. То есть играя, мы творим, создаем, пытаемся познать, на что мы способны. То есть мы познаем свое заново тело. Учимся ходить, грубо говоря, приходя в театр, приходя вообще даже и студенты приходят учиться в театральные вузы. Мы учимся заново дышать, заново слышать, заново видеть, потому что это все по-другому. Они раскрывают себя. Мы учимся делиться друг с другом мыслями, какими-то идеями, фантазиями своими. Вместе дети разного возраста учатся общению в творческом коллективе. Ученики постарше уже заряжены на успех в будущем. Мне нравится выступать перед зрителями, на сцене выступать. То есть чтобы привлечь внимание, то есть не сидеть в сторонке. Я играл в роли зайца, играл в роли колобка. Хотела сыграть какого-нибудь полицейского, может такого. Ну, может в будущем это будет моя профессия. Мы ходили в театр вчера, я смотрела, и у меня замирало сердце, потому что я знаю, как это тяжело работать на сцене. Актерское мастерство, оно же всегда помогает в любой профессии и в любой ситуации. Есть Россия в краях, где вечный холод. Есть Россия в краях, где солнце встаёт. Есть Россия в краях, где мама живёт. Руководители хорового коллектива «Песенка-чудесинка» гордятся своими выпускниками, которые поступили в музыкальные школы и уже на более профессиональном уровне развивают свои вокальные данные. А начался этот путь здесь, в детском саду номер 86. Эти занятия тоже проводятся по системе дополнительного образования. Занимаемся мы в рамках навигатора и шестой год уже ведём вот такую работу. Естественно, это вокально-речевые какие-то навыки. То есть мы учимся рисовать голосом, используем разные методики. Начинаем просто с речевых разговорных упражнений, а потом переходим уже к владению голосом. Всё это постепенно происходит очень. Наши номера в дальнейшем уходят в конкурсы. Во всероссийском конкурсе весной мы заняли первое место. Творчество и спорт соединились на занятиях по фитбол-гимнастике. Они проводятся в этом же детском саду. Самые активные дети совмещают фитбол с пением в хоре и получают двойное удовольствие и пользу. Благодаря фитбол-гимнастике у детей развиваются двигательные способности, творческие, музыкально-ритмические. Но, конечно, самое главное, у них формируется навык правильной осанки. Чита вошла в проект по созданию новых мест дополнительного образования. Это позволило привлечь ещё более двух тысяч детей. Основная же задача – охватить внешкольными занятиями 76% юных читинцев от 5 до 18 лет.